Обзор проектов благоустройства ранее не опубликованных на канале. Улица Марджани в Казани стала удобнее. Как сообщила пресс-служба мэрии Казани, в городе завершена реконструкция участка улица Марджани от улицы Татарстан до улицы Зайни-Султана. Благодаря проведенным работам на улице Марджани появился широкий тротуар вдоль набережной, отдельная велосипедная дорожка, парковочные карманы. На тротуаре вдоль домов теперь есть возможность размещения столиков летних кафе. Это первая полноценная проезжая часть в городе, на которой проложена брусчатка. Скорость движения автомобилей здесь снижена до 20 км в час. Протяженность второй очереди благоустройства берега озера Кабан в Казани составляет почти 2 км и охватывает новые участки набережной от улицы Хадит Акташа до улицы Назарбаева. По мосту, соединявшему две стороны озера, а также по улице Марджани в Старо-Татарской Слободе. Работы на объекте продолжаются. Сквер Овчарова в поселке Прибрежный Самарской области. Обновлением сквера Овчарова открылся в Самарском поселке Прибрежный. Работы в сквере начались весной этого года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За эту общественную территорию на голосование высказались более 15 тысяч горожан. Реализация проекта стала возможна благодаря активности людей. Именно эта территория заняла первое место в ходе рейтингового голосования. Молодежь будет играть здесь в футбол, осваивать воркаут. Для родителей с детьми оборудована большая детская площадка. Представители старшего поколения смогут отдыхать на лавочках в тени деревьев. На территории обустроили 5000 квадратных метров газонов и высадили молодые деревья. В сквере уложена новая плитка, оборудованы детские площадки с антитравматическим покрытием, готовы волейбольно-баскетбольно- и спортивные площадки, хоккейная колда, проведено озеленение территории. Около Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге появилось новое общественное пространство. В 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге начаты работы по созданию общественных пространств на территориях, прилегающих к Суздальским озерам. Закончено благоустройство у южной стороны Верхнего Суздальского озера. На этой территории посадили деревья, кустарники, разбили газоны, установлены велопарковки, появились пешеходные дорожки, зоны для пикника, видовые площадки. На пляже оборудованы новые кабинки для переодевания, сделан навес от солнца, установлены качели и пост охраны. Объем работ по благоустройству территории около Суздальских озер большой, они будут проводиться поэтапно в течение 2021-2022 года. В Каневском районе Краснодарского края благоустроено три парка. В станции Привольной реконструировали зону отдыха площадью более 42 тысяч квадратных метров. Рабочие установили бордюры, уложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, лавочки и фонари. Также в парке обустроили детскую игровую площадку и спортивную зону с тренажерами, провели озеленение. В станице Новодеревянковской обновили парк площадью более 64 тысяч квадратных метров, а в Новоминском сельском поселении около 59 тысяч квадратных метров. На территории зеленых зон появились малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края благоустроены сквер и часть центральной набережной. Сквер имени Алексея Крамеренко реконструировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь обновленной парковой зоны составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. Преобразилось более 250 метров набережной. Для Приморско-Ахтарска, как для курортного города, была необходима такая современная и красивая зона отдыха. Специалисты обновили три спуска к пляжу из архитектурного бетона, построили ограждения. Кроме того, пешеходная зона набережной стала гораздо шире. Здесь установили лавочки, ротонды, а также игровую площадку в виде фрегата и малые архитектурные формы. На территории сквера высадили деревья и провели озеленение. Всего в этом году в рамках нацпроекта в Краснодарском крае благоустроено 316 общественных и дворовых территорий. Финансирование программы формирования комфортной городской среды составляет 1,9 миллиардов рублей. Во все Ложеской Ленинградской области открылся новый парк. Скейт-парк, теннисный корт, обширная детская площадка с лабиринтами. Все это сегодня удобно разместилось на территории парка Песчанка, общая площадь которого составляет 12,5 гектаров. В парке есть даже свой амфитеатр для проведения здесь культурно-массовых мероприятий городского и областного уровней, вместимостью до 1050 зрителей. Детская игровая зона включает в себя комплексы Лабиринт-2 и лес, а также огромную песочницу. Для гостей парка создана обширная сеть пешеходных дорожек общей протяженностью более 2 километров. Установлены фудкорты, шезлонги, скамейки. В рамках программы «Безопасный город» в парке установлено 68 видеокамер. В парке установлена площадка «Дорога жизни» с техникой времен Великой Отечественной войны и Ледовый дворец. В Гурьевском округе Кемеровской области благоустроено 16 дворов и два общественных пространства. А в Салаире появилась новая спортивно-игровая площадка. Изменения стали возможны благодаря федеральному проекту формирования современной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость работ составила 25 миллионов рублей. В 16 дворах были заасфальтированы придомовые территории и отмостки, оборудованы парковочные зоны, уложены бордюры, у каждого подъезда установлены лавки и урны, посеян газон. Также в муниципалитете благоустроены два общественных пространства. В сквере «Юность» в Гурьевске приведена в порядок центральная аллея, выполненная в виде кинопленки. В Салаире установлен комплекс для подвижных игр, уличные мини-тренажеры и детский городок. Гурьевский муниципальный округ уже четвертый год участвует в федеральном проекте формирования современной городской среды. За это время благоустроены 9 общественных территорий и отремонтированы 44 двора. В Рязани состоялось открытие опоры линии электропередачи, стилизованной под символику ВДВ. Новая опора, заменившая две традиционные, является частью действующей линии электропередачи 110 кВт. Она выполнена в виде раскрытого парашюта и двух самолетов по сторонам. В верхней части размещена надпись «Рязань, столица ВДВ». Высота опоры составляет 32 метра, ширина 35 метров, масса 90 тонн. Объект расположен на благоустроенной территории площадью 1,5 гектара, где установлены информационные стенды об истории воздушно-десантных войск. В Ингушетии в Малгобеке состоялась торжественная церемония открытия памятника мемориала славы после реконструкции. Монумент восстановлен в рамках реализации федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 года. Здесь проведена реконструкция самого мемориального комплекса. Изготовлен и установлен памятник солдату-освободителю. Мемориальные плиты с именами защитников Малгобека. Заменена брусчатка, ступени, смонтирована подсветка. Также установлены видеоэкраны, система видеонаблюдения, проведены работы по благоустройству и озеленению территории. Малгобекская оборонительная операция занимает особое место в битве за Кавказ. В течение четырех месяцев под Малгобеком шли ожесточенные бои, в ходе которых город 14 раз переходил из рук в руки. Все дома в ряде населенных пунктов жители отдали под нужды госпиталя. Нефтяники вместе с жителями Малгобека прифронтовых сел Сагопши, Инарки, Пседах принимали активное участие в создании оборонительных сооружений с начала 1942 года. И на прощание Володарский мост в Санкт-Петербурге с подсветкой. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!